МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там уж дальше как будет. Моя обязанность такая. Я гражданин России. Поэтому пришел. Мне это не безразлично, кто будет нами управлять. Это же моя гражданская обязанность. Я хочу, чтобы у руля нашей власти находились достойные люди, а не пришлые, которые идут к власти только за счет денег, и получить еще больше денег. На три часа дня явка составила чуть больше 24%. К этому времени проголосовали 534 573 человека. Есть шанс изменить будущее своих детей. Я так считаю. Я считаю, что это гражданский долг, его нужно выполнять, потому что это все-таки наша страна, и мы обязаны ходить. И мы должны, чтобы наше будущее было либо стабильным, либо счастливым. И мы должны выбирать. К 6 часам вечера в целом по краю проголосовало почти 32% избирателей. По районам Красноярска явка составила от 18 до 22%. Как сообщил глава избиркома Константин Бочаров, проголосовали 687 987 человек. Самый высокий процент явки избирателей к этому времени был зафиксирован в Северо-Инисейском районе. 72%. Если честно, я не знала, пойду или не пойду, но все равно хочется оставить свой голос и проявить свое мнение по этому поводу. Ну, отдать гражданский долг, проголосовать, не остаться в стороне. Ну, понятное дело, что это особенное, да, это ответственно. Вообще, как бы, редко хотелось голосовать, но сегодня мы решили пойти, со семьей проголоснул. По предварительным данным, которые были озвучены уже ночью, по партийным спискам в Государственную Думу лидирует Единая Россия. На втором месте ЛДПР, на третьем по количеству набранных голосов КПРФ. Серьезных же нарушений на избирательных участках выявлено не было. Предварительные итоги появки избирателей будут известны уже сегодня днем. Также в ближайшее время мы узнаем, кто войдет в состав законодательного собрания Красноярского края.